I have ways of blowing things off. Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, и вы застали нас в такой сложной ситуации. До свидания. Как я голову-то не отрубил. К нам зашел вот этот паренек и очень сильно захотел поговорить. Мы его убили. И сейчас, пока я примерял вещи, к нам зашел еще вот это вот. И тоже захотел поговорить. И, как видите, довольно неплохой хедшотец. Влетел ему... Вообще, вот этот двуручный меч. У него слэш обалденный. Я, кстати, как вы видите, себе заюзал маленькую баночку лечения. Потому что, ну, меня тут коцнули, там коцнули, тут коцнули, там коцнули. И уже неприятно было ходить. Я все-таки, думаю, вылечусь. Мне кажется, эта штука меня даже не до конца вылечит. Так что, в общем-то... Вот этот двуручник, он мне очень уже понравился. Он мне нравился еще с первого прохода. Смотрите, я его уже хорошенько так... Испачкал кровью. Все нормально. Шлемы я там даже смотреть не буду. Так. Я еще лечусь или нет? Мне очень хочется, чтобы меня эта штука вылечила полностью. Но, по-моему, этому не бывать. Ключи мы все поиспользовали уже. Насколько это возможно. Буду пока что ходить с этим двуручником. У меня все равно нету щита. И щит мне будет прибавлять лишней громоздкости. А ты у нас, наверное, будешь ходить с коротким оружием. Я ему дал этот... Во-первых, наплечники ему поменял. Дал вот эти получше, которые... Еще раз. Эти нафиг. Эти у нас три, два и два с половиной. Меняем на... Да, вот эти чуть похуже. Все. Я как раз занимался сравнением вещей. Погоди. А ты что без щита-то? Когда ты его успел... Почему у меня шмотки-то пропадают? Вы что? Он же со щитом ходил. Почему? У него просто был один свой и один запасной. И бах, он оказался без щита. Ну, спасибо. Игра. Зачем ты так со мной поступаешь? Реально, это уже второй момент, когда просто взяли и пропали какие-то шмотки. Причем, я реально не знаю, куда она могла деться, эта вещь. Буду я пока ходить с вот этим двуручником. Но все равно во вторую руку мне взять пока что нечего. Грубо говоря. У меня... Мне факел, не нужен щит. Я не нашел. Мне добавляют очень много неуклюжести. Хорошо, что я нашел вот этот вот двуручник. У него тупой кончик. Он абсолютнейше не годится для точковой атаки. Но... Ой, я запрягся потихонечку. Выйди, пожалуйста. Вот так вот сейчас было бы здесь... Загнуться было бы очень неприятно. Хорошо. Мы сейчас возвращаемся... Куда? Сюда? Сюда? Не сюда? Погодите. Вроде сюда. А, мы пойдем. А, нет. Все, все. Я сообразил, где мы находимся. Это у нас дверь... Вход в уровень. Идем мы вот так вот. А потом поворачиваем вот здесь. Вот, да. Мы вот сюда заходили. В это ответвление. Теперь мы отсюда уходим. Пойдем мы дальше вверх. Там у нас было куда пойти. Да, видите? Маленькая баночка меня чуть-чуть недолечила. Ну, в принципе, меня такой расклад устраивает. Ты у нас как себя чувствуешь? Ну, у него все хорошо. У меня, в принципе, тоже все хорошо. У нас еще одна баночка... А, вот это то самое место. Значит, я не перепутал. У нас еще одна баночка в запасе. Так что, в общем-то, я себя чувствую сейчас довольно уверенно. На этом уровне не так много тех, кто мог бы мне серьезно противостоять. Проблемы начнутся с следующего. Это вы уже знаете. Вот, хорошие штаны для нашего другалька. По-моему, он сейчас ходит в каких-то лохмотьях. Абсолютно отвратительно. Я уже где-то второй или третий раз попадаюсь таким образом, что я лутаю какие-то вещи, сижу в сундучке, и тут прибегает какое-то говно и начинает меня бить. Блин, ну я же лутаюсь. Ну, так же нельзя. Блин, у него точно такие штаны. Просто синие покрасивее, чувак. Это более стильно, поверь мне. Желтые никто уже не носит. Так. И, ну да, я понимаю, что это так на самом деле может быть, но я просто как-то... То ли такого не случалось со мной в прошлые разы, то ли это вот сейчас как-то такое происходит. даже не знаю неплохо не ну как бы плохо тут ничего нет но в принципе нормально жилетка кожаные шлемы подшлемники все само по себе неплохо но у меня все уже есть так ты у нас еще один кожаный пояс а ты я вижу сундук сейчас я стульчик сюда поставлю вот это но это выглядит как хороший сундук поэтому что 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 бригандины это вместо вместо керасы так смотрим четыре с половиной два три с половиной 423 да просто лучше и сундук реально хороший оказался я сначала немножечко такой типа чего тут только две вещи а потом а ну да так а у тебя вот эта штука она насколько лучше насколько хуже 423 три полтора два да вот это явно лучше оба оба все дорога лег теперь ты у нас еще лучше защищен от непогоды и воздействия отрицательных разных так это у нас прачечная фигачная хорошо круто что мы сюда зашли да это как раз то самое место когда на меня выбежали в прошлый раз посмотрим случится ли это сейчас это скрипт или это просто было такое совпадение скрипт или крип скажем так тут у нас разброс на куча шмоток но вроде как они ничего такого серьезного себя не представляют дата не такие простенькие довольно хотя на легкий гамбизон ну ладно это жилет жилет и это черпятки но черпятки мне такие не нужны в принципе у меня руки и ноги довольно неплохо защищены и нашему другальку осталось просто еще кольчужку подыскать скольчу но кольчужные штаны имею виду с кольчужными штанами вообще будете чувствовать довольно хорошо супер молоток верстак сапоги в углу стоят и тут а кстати кираска муки раз из кирасок мы уже повырастали давно тут ничего такого нету туника сапоги к мне бы карту к давайте к я не помню к тому моменту у меня была уже карта или нет так а ты у нас гамбизон на мой блин я в такой фиговом положении сейчас давайте я его возьму и наверное отойду потому что если на меня сейчас нападут и я очень неустойчиво стою у меня просто такое ощущение что на меня сейчас могут напасть так покажи-ка вот вот это вот тема немножечко чечуточку такая неудобная то что говорят так 212 нет явно похуже была бы какая-то отдельная кнопка просто чтобы открыть его инвентарь было бы просто хорошо потому что каждый раз слушать чувак покажи интерь слушать чувак покажи на интерь слушать чувак то есть но видите вас уже задолбала я так всю игру делаю вроде как мы тут все посмотрели туда мы тоже ходили давайте пойдем дальше посмотрим пока что похожу с длинным мечом мне он мне он нравится у него большой слэш у него большой урон можно забьем хочу ты вешать по поводу того что плен по поводу того что я опять же заблудился нафиг да идете лесом дайте уровень а ну пожалуйста ну ну блин ну ну надо ну надо тут ничего нет это просто у нас закусочная комната закусочная комната я так понимаю что вот этот магия начального уровня она так ты обратно вернусь да давайте сюда сходим на начальное начальный уровень магии он такой себе потому что он как бы серьезно заперт он работает но так себе работает то есть он успокаивает но успокаивает не полностью запертая дверь и ни один из ключей сюда не подходит а это может быть дверь shortcut или это именно просто запертая дверь сейчас посмотрим нет это уже все это уже портал тут у кого-то мочат погодите уровень о скелет его просто снёс а так блин нужно у вас тут два ай вообще-то больно чувак на тебе на тебе на я своего уже вырубил пожалуйста скажите не потрепали а столько столько криковать тебя слышал он будет все хорошо то есть да они нам по наносили желтого урона но до красного не дошло и я этому очень рад что у тебя керасан пу на ножи по ножи за ножи тебя за ногу в принципе нормально ну то есть это же явно не круче моей брони да они просто типа охраняли тут так у тебя щит и кстати какие у вас оружки то были я не вижу а вот вижу short short короткий меч а второго что было это по моему второго и было шутца то этот был с каким-то двуручником но начинается опять вот эти вот загоны когда я хожу и еще оружие потом я понимаю что я потом на монтаже его найду ну черт побери ладно фиг с вами это у нас скелеты охраняющие охраняющие портал портал на скорее всего находится вот тут да и это выход из уровня что это за штука а кстати диалог должно быть портал его ну его смысл его сделать для того чтобы путешествовать проход в другие места возможно даже в другой мир что мне мы туда не пойдем с нами все будет в порядке мы всегда можем вернуться нет пойдешь ты если ты выживешь тогда я пойду следом давай давай не снова у нас на самом деле нет никакого выбора так мы мы будем в порядке мы всегда сможем вернуться давайте вот так нет если мы подохнем и не сможем вернуться это абсолютно все безопасно и наш самый лучший самый лучший вариант на выход абсолютно точно что этот портал здесь поставили и его защищали явно не для того чтобы убивать тех людей кто через него проходит как ты вообще знаешь что это то что есть на самом деле что это вообще портал в общем то я не знал что это что они существуют по-настоящему но такая вероятность всегда была есть древний текст 3 древние запретные тексты которые упоминают про такие вещи или ну я просто знаю давай не будем ныть и пойдем дальше давай вот так вот запрещенный почему кем ардентами погодите здесь кусок лора можно отыскать ардент и это сила ардентов они не хотят чтобы мы находились здесь для начала но настоящие настоящих причин я не знаю для людей которые устали от фермерства и задают слишком много вопросов может потому что просто может потому что просто опасно я очень сильно в этом сомневаюсь давай пройдем а потом узнаем прекрати вести себя как трус тебе интересно не правда ли так давай вот так вот ну полагаю что мы реально это и сделаем мне на самом деле да я могу сейчас погодите а где у нас будет сохранение здесь или там было бы обидно если бы я вот сейчас пришел здесь и здесь сохранился бы чёрт я чё-то об этом не подумал нет нет и к забыть технику нет 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 ни фига в смысле забыть технику мне нужно тяжелое ношение брони 3 и потом мы пойдем опять в магию просто у меня сейчас очень большие неудобства с броней о п п а теперь я могу замаскировать свой разум или же ага здесь цель будет подозревать тех кому она обычно доверяет а это а это заставить цель нападать нападать на кого это чтобы цель была относилась с подозрением тому кому он это их на это вот эта штука это чтобы стравить их друг с другом давайте вот это прокачаем мне кажется это будет интересно на ты ну что он был был почему мне что-то еще нужно развить но это нужно вот на вот эти значки смотреть эти значки нам будут подсказать что мы развиваем следующий то есть сейчас мы можем вот эти три скилла развить а потом массовое спокойствие и массовая массовая путанность ага а это чтобы это чтоб доверяла нам цель это чтоб цель доверяла какому-то другому существу хорошо двух скелетов здесь мы разбомбили размотали по сути с уровня мы можем уходить но нам это не нужно потому что мы его недоисследовали я не помню здесь по моему ничего такого особенно ценного то и не было в этих комнатах вот два скелета на кстати эти скелеты они там кого-то месили вот этих зомби что ли ты с чем ходил с топориком отчет тут у нас но по сути мы забрали отсюда хилку мы собрали нас нету карты и в принципе она с уровня до исследований там к тому же есть еще парочка интересных дверей куда хотелось бы зайти потому мы наверное вернемся думаю это не будет проблемой сейчас мы быстро вот эти все места облутаем и побежим обратно там я пропустил пару дверей куда можно было зайти это я все знаю все понимаю поэтому я говорю что в общем то мы сейчас туда подойдем вот эти скелеты были довольно опасными ребятами потому что и этого я долго бил и 2 долго сопротивлялся вообще скелеты более жесткие и дальше у нас будут скелеты которые еще и в хороших латах то есть эти впосредственной ржавой броньки а а дальше у нас будут скелетики которые которые скелетики но меня как вы знаете больше на следующем уровне пугают не скелетики меня пугает кое-что другое а сейчас к тому же меня стало пугать еще то что я подошел к порталу слишком рано и возможно игра меня сохранила я надеюсь что сохранение все-таки произойдет в момент переноса нас порталом что я сейчас до исследует аж и я потом спокойненько приду сюда и телепорт нось что все будет нормально откуда вообще прибежал с какой стороны по моему снизу да а нет я отсюда прибежал черт главное час не запутаться вроде как уровень централизован ну грубо говоря и он сходится вот этот портал он является пиком наверху ну так вот если посмотреть на карту вот поэтому мы не должны бы особо тут путаться тут вот эти две комнатки я думаю что они бесполезные хотя чертова бесполезный тут всего лишь карта лежит от уровня так комнатка да у нас карты таро кстати которые которым я так и не нашел покажут никакого применения мы конечно заберем кто я чтобы отказываться от них и вот наконец-то карта да вот видите она пирамидально сходится к вершине к выходу и с этим у нас вроде как никаких проблем нет кто бы знал что я чуть не ушел сейчас отсюда но не то что полностью не ушел на я думаю но тут ничего особо такого нету я зайду сюда позже фиг так тут у нас баклер который хороший прям баклер да и он создает очень мало неудобства серьезно но мне он добавляет единичку неудобства ну ну ладно похожу ну-ка прикину его там посмотрим что его потом выкину куда-нибудь или еще чем он просто прям металлический хороший баклер так две маленькие комнатки они по идее у нас никак не связаны в эту мы зашли в ту мы сейчас зайдем и с этой стороны у нас центр будет полностью залутом нам останется пойти в погодите а может это почти везде и были то есть сходить за мечом сходить за мечом детектива ну следователя а нужен на так ли он мне нужен этот меч следователя то есть я довольно скоро найду довольно хорошее оружие и в принципе сейчас я нахожу с неплохим оружием так ли я прям хочу этот меч следователя так это у нас т-образная комната с двумя туалетами тут мы были вот вот этот шорткат мы открыли получается мы приходили отсюда здесь мы были здесь а а мы висит мы практически весь этаж уже облазили вот эти двойные комнаты зеркальные посередине так называемые легкие здесь я был вот в этой вот верхней части мы по моему не были туда сейчас наведаюсь возможно там кстати мы найдем мы где-то разминулись с детективом с этой девушкой вот эта центральная часть отлично мы можем пойти в эту сторону но нам на в принципе и нужно в эту сторону сейчас так-то уровень у нас уже обшарен это коридор по которому я сюда бы пришел вокруг да да значит мне нужно войти в эту дверку тут у нас вот это небольшое ответвление которое нас интересует на данный момент привет до свидания но вы знаете что я об этом думаю да тут вот этот свиток во первых да кстати и проктор вот собственно следователь она была хорошо подготовлена и у нее явно были некие представления о том чего ожидать мне очень повезло что она меня не убила я не могу оставаться здесь и мне нужно спрятаться и приготовить оборону не знаю как я смогу продолжить свою работу следователь следователь была бы отличным экземпляром для изучения жаль что мне пришлось ее так убить но она здесь где-то ходит она что же зомби стала давайте это мы заберем бумажечку знаете что еще интересно ну тут есть еще бумажки да вот это вот место она как раз нам и нужно было я нашел шлем который блокирует мою силу когда его одеваю это помните мы когда нашли эту записку мы думали что это ну мы нашли записку потом ну было такое что здесь где-то есть странный шлем а когда мы нашли шлем с визором вот этот вот я думаю что это он есть это оказался не он мы об этом тогда как раз разговаривали шкафы шкафах у нас ничего здесь чарка и вроде как тоже ничего без вариантов что я найду вторую хил куда я бы раскатал губу наверное ну смотрите по-моему о-о-о погодите вот этого я не видел она такое за столом аккуратненько спряталась один из моих подопечных нашел очень интересное оружие и сбежал так понятно хорошо это тоже сюда нахождение прощения записок дает нам плюсик к экспе это всегда хорошо так 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 ты кто вообще такой спатула деревянная так нравится здесь не вилки с двумя зубчиками идеальные средства для выкалывания глаз серьезно просто берешь вилку и начинаешь охотиться на зомби вот просто выкалывая глаза погоди тут никакой больше кнопки нету почему это все выглядит так подозрительно ты не кнопка то точно не кнопка так один минутка я сейчас хочу посмотреть где у нас была комната комната с тайной дверью у нас была да она все-таки была здесь снизу это я напутал что я по я думаю что она была где-то здесь сверху я просто себе карту не так представлял если повернуть карту на бок то получится что вот эта часть окажется вот здесь сверху но нет хорошо шкафчики но я не думаю что шкафчика что-то будет тут какие-то ботинки конечно лежат но это все бесполезно ножик кстати написано нож ну то есть это по сути нож для еды но у него нет никаких боевых характеристик с другой стороны у ночного горшка тоже нет никаких характеристик и люди им дерутся вообще за нефиг делать опа кабинетик кабинетики это всегда хорошо давай ты меня тоже не разочаруешь во первых еще один компас зуик и контрабанда ага это у нас про тайную комнату и нахождение шлема тоже забираем и забираем третий компас наверно на каждом этаже есть по одному компасу мне так кажется чтобы ты точно не упустил хотя у меня три компаса по моему самый-самый первый я не подобрал или мне кажется так кожаный кожаный кольчужный и подшлемник который естественно заберу и в крайнем случае примерим нашему друг альку группой кожаный жилет и штанцы конные так ты в смысле ты так посмотрим чего тебя по счету он импакт 3 и неудобства 3 импакт 300 давайте вот так вот сделаем у него покрытие гораздо меньше но он может он гораздо более удобный он выдерживает круче попадания то есть до рука остается открытой это не очень приятно но все же кольчужный почтем не чик на тебе держи пользуюсь и на здоровье это у нас вот это вот закругление сверху которая у нас напичкана записками и тут были хорошие вещи хорошие шмотки на нас вывалился чувак который видимо здесь держал оборону от этой самой детектив ши ну блин почему детектив ши звучит так отвратительно никто не знает ладно и нам теперь сюда вроде как или тут тоже не считают просто еще одна прачечная такт по-хорошему мы уже всю карту облазили ну то есть нам тут реально да там парочка дверей запертых возможно я где-то что-то не нашел но фишка в том что встречу с детективом с этой девушкой она не скриптовая как и изначально подумал немножечко вот и нам нужно ее найти чтоб с ней сразиться это нам с ней сразиться я не помню если у нее какая-то записка при себе вообще или нет или мы просто хотим забрать ее меч ну я хочу забрать ее меч раз уж на то пошло это у нас длинный коридор с туалетом в конце где она ходит я вообще без понятия я же говорю в прошлый раз мы с ней встречались вот здесь в этот раз встреча на эльбине произошла где была та комната которая мне была подозрительна сейчас 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 ребят отсюда довольно далеко туда бежать мне кажется не то что подозрительно вот это вот местечко вот это местечко она очень хотя мне не там дверь была открыта значит я туда скорее всего заходил я сейчас это вспомнил давайте глянем значит вот эту мастерскую я полностью зачищал я там везде был в этих комнатах я везде был нижняя часть в прошлый раз я туда ходил в последнюю очередь сейчас так это переход в т-образную сюда вниз я тоже везде проходил все везде делали здесь у нас шорткат на минутку 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 точно хочу убедиться шорткат на вы на вход сюда мы изначально заходили где у нас была дверь которой мы не могли открыть погодите так тут не всех грохнули ну почти всех скрылся скрылся дурачина после двух люлей навешанных решил что ему это не нужно его и он в этой жизни так столкнулся слишком большими проблемами так это у нас обратно переход в т-образную да да это мы все лутали тут мы везде были все находили то что нельзя карту приблизить тоже так это у нас туалет там маленькие комнатки все вот эти комнатки мы облутывали обшаривали мы заходили сюда в тупик проходили смотрели все вот это смотрели все вот это тут у нас никаких проблем не возникло зеркальные комнаты мы тоже смотрели да давайте еще тогда одно местечко по быстренькому сейчас глянем я не знаю где искать этого чертового детектива в этот раз я понимаю что у нее хороший одноручный меч все дела но то есть ты решил западню мне устроить до труп труп решил устроить не западню то есть он сбежал в другую сторону и такой решил а по выбегу гая отсюда и да моментально был наказан за это тут у нас комнатка да это просто про чеченную умывальник и туалет хорошо какая у нас комната вот эта комната была закрыта да это у нас шорткат просто опять очередной могу ли я вы сейчас открыть чем-то нет нет от нет но за этой дверью просто проход это просто шорткат ребят так что ладно давайте сейчас на паузе добегу дальше если я встречка вот по пути мы посмотрим но пока что я просто не вижу повода чтобы мы здесь что-то смотрели вот собственно эта дверка куда я хотел зайти она открыта поэтому я подумал что здесь уже был а ну да собственно это столовка куда заходил получается что всем это место у нас полностью исследовано вот это вот дверь это та самая дверь которая не открывается которая просто шорткат я к ней не нашел ключа он где-то был сто процентов я просто не знаю где то есть мы открыли пойди тут три запертых двери было вот первый шорткат второй там внизу возле вход находится и третий это вход в оружейку вход в оружейку мы открыли первый шорткат мы открыли вот этот я где-то не нашел ключ я где-то не нашел проктора я не знаю как теперь за ней бегать охотиться искать не искать что мне теперь с ней делать черт с ней как по мне нафиг просто нафиг моя забота сейчас о том чтобы игра сохранилась где она сохранилась так скажем я не знаю где она сохранилась в тот момент когда я подошел к порталу или в тот момент когда мы перенесемся где-то все будет ну что друг алек нам туда ты готов там тебя ждет один неприятный сюрприз который тебе очень сильно не понравится я о нем уже знаю но тебе придется с этим как-то жить гляньте уровень вообще практически не набрался ни капельки то есть мы чуть-чуть а вот это но она как-то как-то прокачивается ладно хочу ли я попробовать убить эту штуку наверное да хочу ли я пойти туда один чтобы вот этого дурачка там не убили наверное да будем посмотреть я не знаю ой тут у нас кстати такая классная музыка была да и оставили класс хорошо вот эта комната должна быть по идее полностью безопасно тут у нас будет лежать записочка будет лежать бутылочка кстати насчет записочек все старые записочки надо сложить сюда и все старые ключи тоже надо нафиг сложить сюда и знаете что еще пожалуй хотелось бы сделать это карты карту от третьего этажа сюда ты у нас коробка с ключами коробка с ключами полная коробка с ключами полная нужно сделать вот что переложить все в коробочку побольше так ох тут ключи накопилось то за все это время поместитесь пожалуйста хорошо спасибо сюда положить карты таро они туда не влазят отлично в мешочек положить вот это все есть получается у меня только маленькая коробочка сейчас доступна и насчет записки что это за ужасное место да мы это читали давай я тоже сюда теперь инвентарчик свой дружище мне нужно тебя кое чем нагрузить во первых вот этот вот чемоданчик ты потаскаешь во вторых коробка с записками коробка с картами пусть у меня будет коробка с ключами ненужными тоже к тебе перекочует камушек камушек давай сюда наверное мешочек с камушками тоже сюда один компас я тебе отдам будешь ориентироваться потому что я наверное тебя на время оставлю чтобы тебе не так стрёмно было вот это место оно насколько я помню полностью безопасно вот это входная комната ну но так же тут и лутец кого никакого нету то есть это просто бревна карту это этого уровня я не очень хорошо помню но здесь я провел больше времени чем допустим на втором или на третьем потому что я тут еще за чувак и потом гонялся в конце в конце прошлого прохождения да это звучит странно но это было я ее кстати убил если что да а проблема ну не то чтобы проблема а дело то вот в чем буду ли я ее убивать в этот раз хочу ли я убивать в этот раз и как я ее буду убивать в этот раз а а чёрт подожди здесь пожалуйста знаешь что даже не здесь иди сюда комнату с бревнами будет найти ты не пройдешь там ты не пройдешь комнату с бревнами будет найти немножко проще она в торце находится чтобы я потом не путался она большая и светлая тут горит лампочка поэтому подожди меня здесь alright я тебя даже закрою чтобы к тебе ни одна штука не прорвалась потому что мне кажется это будет не очень хорошо теперь что я хочу делать сюда я точно не пойду я помню чем это закончилось в прошлый раз там у нас скелеты скелеты это меньше из зол потому что собственно не в скелетах же дело да а я не знаю была ли у меня где-то еще хоть одна игра которая давала бы мне вот такое вот чувство адреналина того что ты точно встретишь что то что тебя практически точно убьет но если бы она тебе убивала всегда с этим не было бы проблем но ты знаешь что ты можешь его победить и от этого становится еще более ну не муторно а такое типа чёрт ну я могу с этим сразиться но хочу ли я и там такие шансы прям ну ну типа ну еще гребаные скелеты да как бы они по рандому лезут эта дверка у нас закрыта ничего не изменилось да это дверки нужно будет она ведет в зал собраний это дверки нужно будет искать подход где это говно говно ты где цып 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 мне очень хочется скинуть эту штуку но я не помню как быстро добежать до до ямы я не помню карту настолько хорошо чтобы быстро сейчас привести его к яме и туда сбросить да и опять же доски там надо поубирать так это у нас тупиковые комнаты да помните я в прошлый раз запер в одной из таких тупиковых комнат блин я забыл про тебя дружище я забыл про тебя ну честно не злись это этот чувак тоже прятался от чубаки это у нас меч кстати хороший меч я его заберу один из таких первых реально хороших мечей вот эти двери я подержу открытыми если у меня получится опять эту штуку сюда заманить я не буду сильно возражать если так случится план ходор в действии черт вы даже не представляете ну как бы вы точно представляете наверное потому что кто играл тут представляет что это такое но мне сейчас такое искушение просто выйти и попробовать сразиться с этой фигней но меня стали то что у меня всего лишь одна хилка и блин вот эти эксперименты сейчас могут закончиться не очень хорошо с одной стороны с другой стороны мы же вроде как недавно сохранились ну входный этаж это сохранение поэтому так кисет пауч 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 шкаф шкафу ничего о по лекс у него очень хороший слышно у меня на меча слышь лучше к тому же лезвие покрывает ну как бы покрытие лезвия гораздо больше Я этого чувака за два удара зарубил, например. Я даже не представляю, где может быть эта фигня. И от этого мне еще более некомфортно. Так, в столе записка. А, это о том, как удержать голоса. Ну, то есть голоса в голове. Ну, еще одна записка. Наш герой, оказывается, просто убийца. Я пытаюсь сейчас слушать. Слушать сейчас мое самое большое оружие. Мне кажется, я там слышу скелетов. Но скелеты так-то по-хорошему мне не особо интересны. Тапочки хорошие. Два с половиной, полтора, два. Так, это у нас прям вот, да, вот тут у нас начинается... Знаете, как вот в Dark Souls писали. Вот здесь начинается настоящий Dark Souls. Ты проходишь такой пол игры, тебе говорят, вот здесь начинается настоящий Dark Souls. Так вот, здесь начинается настоящая экзанима. Вот с этого этажа. Вот сейчас. Помните, в прошлый раз я подумал, что это у нас куча свитков валяется. Я только что попался на ту же самую ловушку. Такой, о, куча свитков потом. А, нет, это не свитки. Так. Я не могу под... Я могу спотыкнуться об эту мебель, но я не могу ее руками подвинуть. Ах ты ж, ешки-то мои, ешки. Спасибо. Очень неожиданно. Спасибо. Так, получается тупичок на четыре двери. Все записки мы посмотрели, трупака мы оглядели. Не повезло нам в этот раз, чтобы эта штука сюда сама пришла, да? Это то, откуда... Это то, откуда мы пришли. Да, все нормально. Вот этот длинный коридор. Тут у нас комната ожидания, грубо говоря. О, привет. Неплохо я так подставился. У меня, у меня нету... Стой, стой, стой. У меня нету навыка второй раз махнуть. Поэтому валим. Ай! Больно же. Блин, мне не нравится, что он меня зажал. Еще и выпады делает. Черт. Еще и красного урона мне нанес. Спасибо, чувак. Ты просто... Просто душка. Ладно, насчет красного урона я сейчас не сильно парюсь, потому что... садость. Садость. Урона. Урона. Ну, я бы не упал. Эх... Урона. Есть. Тренка. Урона. 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 да блин чувак ты сдохнуть например не хочешь да ёлки я уже выронил все что только можно было выронить успокойся уйди пожалуйста смотри сколько мне урон есть кстати да ладно тогда по этому поводу можно будет не париться я думаю если я сейчас 3 чубака есть не поделюсь нужно я уже получил дофига урона если он меня убьет ничего в принципе не случится подождать не хочешь например пока я стану или чё-то ну да да спасибо я щас скелет убьет прикиньте это будет эпично ты уйди я встану возьму оружие можно вот пока я вот так вот валяюсь я не могу подобрать оружие мне нету курсора спасибо блин где все остальные мои мечи куда все это растерял офигеть я расслабился на самом деле да я расслабился потому что но я этих скелетов выхлёстывал они ну кабанита опасные ребята но они не представляли такой большой опасности для меня раньше по крайней мере мне казалось это не обыскивается она обыскивался не помню надо хоть один меч найти короткий а вот и так р вот это нормальный меч который да да это хороший меч в общем то одноручник двуручник двуручник стой дверь закрыта ты ушел закрыл за собой дверь или ты ушел куда-то не в ту сторону что-то очень тупо получилось этим перцем мне просто взял избил и ушел причем я попал в этот лук глупый где я просто стою он меня опять гасит я встаю он меня опять гасит и сюда тварь или это другой погоди ох ты ж вот тут я попал я его коротким мечом быстрее бью сейчас я как раз вот этот бой немного попрактикую потом видимо нас кто добьет мы загрузимся и уже будем знать что происходит так это все медленно происходит он такой встает в общем то против скелетов мой напарник я думаю хорошо было бы чтобы он с нами ходил я его просто там оставил по той самой причине а встречные выпады хоп жесткий пацан да думаю что моя проблема в том что я пошел на него с двуручным оружием и он тоже с длинным двуручным оружием и мы с ним начали размениваться не в мою пользу размениваться а вас тут еще двое точно может ты бежать будешь ой там 3 прибежал привет чуваки все убили да где загружусь и интересно сейчас ну как бы я знаю где я загружусь погодите продолжить мне интересно мне уровень до 3 уровень мне уже полностью засчитает то есть я сейчас загружаю и за секунду до я загружаюсь я понял хорошо тогда во первых берем одноручное оружие во вторых хотя не наверно двуручником будет проще того чувака убить и забрать у него хороший меч потом мы наверное вдвоем походим посмотрим у нас удачное довольно сохранение она уже после того как мы обшуманали весь третий уровень то что я боялся что сохранить сработает раньше она не сработала все нормально все хорошо нас сохранила там где нужно поэтому у нас большое поле для экспериментов которые мы собственно и будем проводить тогда уже следующей серии а пока что спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все воланшек и всех покеда а а Субтитры сделал DimaTorzok